МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уже в России чем опасно спа-обезьяны? Каков риск появления эпидемии нового вируса в нашей стране? Градус ответственности, как часто саровчане садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения? Спорт-норма жизни в городе реализует федеральный проект. Далее расскажем по всем подробно. Семьям с детьми упростили процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Правительство внесло изменения в список обязательных документов, которые заемщик должен предоставить в пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Из списка исключена справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Заемщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку. Это поможет семьям с детьми быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья. Оспа обезьян, который уже несколько месяцев гуляет по миру, в России. Первым пациентом в нашей стране стал житель Санкт-Петербурга. После возвращения из Европы он обратился в больницу с характерными симптомами. Его госпитализировали. Насколько эта болезнь опасна, есть ли лечение и вакцины, и ждать ли эпидемии в России. Около 10 тысяч случаев заражения в 65 странах мира. Оспа обезьян семимильными шагами идет по планете. Это занозное заболевание. Его фиксируют в 70-х годах прошлого века, но преимущественно в Центральной и Западной Африке, эндемичных районах по оспе обезьян. С мая этого года вирус стал стремительно распространяться по Европе и Северной Америке. Предположить можно несколько вариантов. Во-первых, прошла эпидемия у нас COVID-19, когда иммунитет у людей у многих сбился. Возможно, на этом фоне произошла еще модификация вируса. Скорее всего, либо это мутация, плюс изменение популяции человека. И вот эта взаимосвязь двух факторов привела к тому, что такое широкое распространение получило заболевание. Первый случай оспы обезьян в России – завозной. Заболевший петербуржец, недавно вернувшийся из Португалии. Предположительно, именно там он и заразился. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем и возможность для распространения инфекции в стране купирована. Однако специалисты допускают, что вслед за первым завозным случаем неизбежно произойдут и другие. Случаи могут быть только завозные. То есть, если люди, как туристы, или кто-то по другим каким-то своим делам выезжает за пределы России, то тогда привезти, конечно, могут. Условия для распространения, если своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, то, скорее всего, условий для распространения нет. Вирус оспа обезьян родственен вирусу натуральной оспы, которую полностью ликвидировали. По сравнению с натуральной оспой, оспа обезьян менее заразный, обычно протекает в более легкой форме. Среди симптомов – жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, боль в мышцах. Спустя несколько дней появляются высыпания, которые затем превращаются в пузырьки с жидкостью. Воздоровление наступает через 2-4 недели, но бывают и летальные случаи. В последние годы летальность составляет около 3-6%. Группами риска считаются, кто дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Почему мы говорим, что, возможно, связано, когда люди потеряли достаточный уровень иммунитета, поэтому, возможно, распространение широкое. Сейчас нужно на бытовом уровне избегать лишних контактов, не выезжать в регионы, где фиксируют случаи оспа обезьян. Пока лекарства от нее нет, лечение симптоматическое. По данным специалистов научного центра «Вектор», от этой болезни защищает вакцина от натуральной оспы, которой перевивали всех детей в нашей стране до 1979 года. В «Векторе» уже заявили, что приступили к тестированию новой векторной вакцины против оспы. Это средство будет эффективно и против оспы обезьян. Вода в Сатисе в районе новой лодочной станции не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Также ведомство напоминает саровчанам, что Сатис не относится к числу тех водоемов, в которых разрешено купание. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 15 июля – последний день уплаты подоходного налога, напоминает ФНС. Кроме индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой, самостоятельно налог необходимо заплатить тем, кто в прошлом году получил доход от продажи квартиры, который владел менее минимального срока трех лет, или получил дом, машину, акции в дар от людей, которые не являются близкими родственниками. После 15 июля за каждый день просрочки будут начислять пение 1,3 уставки рефинансирования Банка России. Заплатить налог можно в отделениях ФНС или через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте Федеральной налоговой службы. Ушел из жизни творческий человек, член Союза художников и Союза фото-журналистов России Андрей Николаевич Синельщиков. За 35 лет работы во Дворце детского творчества Андрей Николаевич выпустил в большую жизнь и в мир искусства несколько сотен девушек и юношей. Многие из его учеников стали профессиональными фотографами и операторами. Память об Андрея Николаевиче останется в наших сердцах, а также в его работах и учениках. С начала года сотрудники госавтоинспекции поймали 64 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 27 автовладельцев от медосвидетельства не отказались. Как сарой борется с пьянством за рулем и что ждет любителей прокатиться под градусом? Расскажем далее. Бдительность спасает жизни. И во вторник саровчане заметили на улицах города автомобиль Passat B6, водитель которого вел себя неадекватно. Как сообщили очевидцы, нарушитель украл у прохожего велосипеда и увез его в багажнике. Неравнодушные граждане обратились в органы и автомобиль задержали. На канал 112 поступила информация от граждан города о том, что в городе ездит водитель в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация была оперативно передана сотрудникам ППС и ДПС. В ходе патрулирования данная автомашина была обнаружена, водитель задержан, были составлены необходимые административные материалы. Нарушители часто ловят и без погони. Еженедельные сводки ГАИ редко бывают с пустой строкой в графе «Управление ТС водителями в состоянии опьянения». С начала года сотрудники госавтоинспекции поймали 64 водителя, которые решили сесть за руль после горячительных напитков. Особую роль в обеспечении безопасности на дорогах играют и бдительные горожане, рассказал Михаил Кондрахин. Нетрезвые водители – это беда не только наша, но и всех нас. Хочется, чтобы они активнее принимали в этом участие, если есть достаточная информация о том, что какой-то человек управляет автомашиной в состоянии опьянения, либо алкогольного, либо наркотического. Чтобы они звонили либо на 112, либо непосредственно в дежурную часть «Советская-1». За первую поездку под шафе нарушитель может лишиться прав на полтора-два года, а также заплатить государству штраф в размере 30 тысяч. При повторном нарушении виновник может отдать в казну от 200 до 300 тысяч рублей и даже лишиться свободы на срок до двух лет, напоминают сотрудники госавтоинспекции. Юные спортсмены «Объединение шашки» Дворца детского творчества завоевали шесть медалей из шести возможных в основной и молниеносной программах на соревнованиях «Звезды Верхнего Лужья». Воспитанники привозят все новые победы даже летом, несмотря на каникулы. В Твери завершились традиционные всероссийские соревнования по русским шашкам «Звезды Верхнего Лужья». Состязания прошли в двух дисциплинах – в основной и молниеносной программах. Три юных саровских спортсмена завоевали шесть медалей, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Мы собираемся с ребятами, разбираем дебюты, проводим практические игры, практические партии. Занимаемся по той же программе, которой мы занимались в учебное время, но сейчас более расширенно. Мы стараемся, чтобы времени побольше, свободного, и ребята готовятся к будущим соревнованиям. Некоторые воспитанники Дворца детского творчества занимаются шашками уже более восьми лет. За это время были присвоены различные спортивные разряды, в том числе КМС. Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Планы у них грандиозные. Я многократный чемпион Нижегородской области, призер всероссийских соревнований. Четвертое место на мире было в 2018 году. В принципе, неплохо. Шашками можно заниматься всю жизнь, не как футболом и на боксе. Тем более, ты на шашках один должен думать, увидеть комбинации и не попасться на ловушке. У Дворца детского творчества есть еще один повод для гордости. Одна из их воспитанниц уже завоевала 31 медаль и 4 кубка. Несмотря на юный возраст, у Алисы первый спортивный разряд и золотая медаль на первенстве в России. Я играла с Рабаджи Дианой и хотела ей провести одну комбинацию, но она не попалась. И я ее все равно выиграла, потому что там у меня была сильная позиция. Вот одна из комбинаций сейчас я покажу. Комбинация решто у черных образовалась. И белым нужно выиграть. Сначала мы отдаем одну шашку, и у нас получается небольшая колонка из двух шашек. Потом мы еще одну шашку отдаем. Если черные бьют этой шашкой, то мы бьем две в дамке и бьем сюда. А если черные бьют вот этой шашкой, тогда мы собираем все шашки по кругу. В конце июля юные спортсмены собираются в Санкт-Петербург на всероссийский турнир «Белые ночи», а в середине августа примут участие в турнире «Волжские зори» в Самаре. А восходящая звезда, чемпионка России Алиса Рубцова в составе сборной России 21 августа едет в Болгарию на чемпионат мира по шашкам. В Сарове реализуется проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Инструктор по спорту Центра внешкольной работы для всех желающих горожан любого возраста бесплатно проводит занятия, организует командные игры на спортивных площадках города. На одном из таких занятий в 22-м микрорайоне города побывала наша съемочная группа. Тренажеры, подвижные игры, тренировки с гантелями. Физическую активность можно выбрать на любой вкус. Тем более, что всем желающим инструктор поможет в подборе упражнений и проконсультирует, как правильно заниматься на том или ином тренажере. И все это абсолютно бесплатно, да еще и на свежем воздухе. «Здесь работаю на этой площадке, реализую программу «Спорт. Норма жизни». Консультирую всех желающих, кто приходит заниматься на эту площадку. Показываю, рассказываю. Индивидуальной консультацией даю и занимаюсь индивидуальным желанием, конечно». В рамках проекта «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни» инструкторы Центра внешкольной работы проводят для горожан любого возраста и любой подготовки, физкультурные занятия на спортивных площадках под открытым небом. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, а также оборудованием для сдачи норм ГТО. «Не каждый человек, пришедший сюда, знает, как правильно поработать на том или ином тренажере и для чего, для какого развития каких мышц нужно на этом тренажере работать. Поэтому наши инструктора дают консультацию, они сами работают в тренажерном зале Центра внешкольной работы и поэтому люди уже знают, как правильно подойти, как правильно выполнить задание и как сделать это задание так, чтобы не повредить своему здоровью, а наоборот его улучшить». Инструкторы Центра внешкольной работы занимаются со всеми желающими еще в двух точках города. В хоккейной коробке «Сокол» по улице Куйбышева 3 и на спортивной площадке по улице Казамазова 10. С расписанием занятий можно ознакомиться на информационных стендах на площадках. За подробной информацией обращайтесь в Центр внешкольной работы по телефону 981-01. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 15 по 17 июля там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советских гост температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин, его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком. Своими железами и заложила уже в соты. И уже соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 15 по 17 июля с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс 7-927-064-13-90. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА